Здравствуйте! Большинство людей не раз сталкивались с мучительной и продолжительной головной болью. И, как правило, в таких ситуациях все спешат в аптеку и тратятся на лекарства и обезболивающие. Конечно, это в том случае, если они не знают другого способа, чтобы облегчить свою боль. Однако медицинские препараты часто вызывают зависимость или имеют много побочных действий. Поэтому для лечения лучше всего использовать натуральные средства, которые щадят здоровье, намного лучше усваиваются и не провоцируют побочные эффекты. Как избавиться от боли? Для начала разберитесь, какая боль вас беспокоит. В случае, если вас мучают боли в опорно-двигательной системе, ушибы или отеки, тогда мы можем вам предложить проверенное и эффективное средство. Суставы лечат солью уже много лет. Масло же используется в этом составе только для того, чтобы легче наносить средства на больные места. В то же время растительное масло способствует проникновению соли. Также это средство эффективно и для лечения позвоночника. Ведь соль обладает разогревающим и расслабляющим мышцы свойствами. И это еще не все. Эффективное домашнее средство помогает не только для лечения суставов и проблем со спиной. Соль способна быстро вытягивать влагу. Поэтому она просто незаменима при серьезных отеках и ушибах. Принцип действия соли похож на йод. Она проникает глубоко и сушит. Соль стимулирует кровообращение, поэтому процедуры с применением соли эффективны при лечении головных болей и для очищения организма от шлаков. Для средства вам потребуется только соль и растительное масло. Лучше всего использовать оливковое масло. При наличии этих двух компонентов смело приступайте к приготовлению домашнего лекарства. Рецепт домашнего лекарства. Смешайте 20 столовых ложек нерафинированного подсолнечного или оливкового масла с 10 столовыми ложками высококачественной соли. Средство надо поместить в герметичную емкость. Закрытая емкость должна постоять 2 дня при комнатной температуре. Средство готово. Применение. Процедуры с солью желательно делать по утрам. Перед тем, как нанести на больное место соль, проверьте, чтобы кожа не была повреждена. Соль не должна попасть на открытые раны, царапины или трещины. Соль надо наносить в небольшом количестве, чтобы ее было легко растирать тонким слоем. Массируйте больное место, но не давите очень сильно. От того, как долго вы будете массировать место, зависит результат. Начинать растирание солью можно с 3 минут, постепенно увеличивая время процедуры до 15-20 минут. Не торопитесь смывать соль по окончанию массажа. Достаточно просто насухо протереть место полотенцем или салфеткой. Если вас мучили боли на протяжении длительного периода времени, вы заметите результат уже через неделю. Дискомфорт и неприятные ощущения как минимум станут менее ощутимыми. А если вы будете продолжать лечение, болевые ощущения совсем исчезнут. Настоятельно рекомендуем попробовать это средство, особенно если аптечные препараты вам до сих пор не помогали. Чтобы укрепить и надолго сохранить результат лечения солью, не забывайте об укреплении опорно-двигательного аппарата. Соль и немного растительного масла легко можно найти на кухне у любой хозяйки. С рецептом мы уже с вами поделились. Дело осталось за малым – приготовить и попробовать этот действенный способ лечения. Не всегда стоит тратить деньги на сомнительные аптечные препараты. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин